ДОСКА ПОДСчёта ДОСКА ПОДСчёта СКА развлекает злопыхателей, проигрывая даже аутсайдеру лиги. Но нападающий армейцев с берегов Невы становится лучшим бомбардиром недели. Артемий Панарин в двух матчах забросил пять шайб, соорудил хет-трик в ворота Амура. А если заглянуть в следующую неделю, то получится, что Панарин забивал в трёх встречах подряд. Правда, СКА набрал в них всего четыре очка. Лучшим новичком недели признан вратального кузнецкого металлурга Илья Сорокин. 18-летний галкипер поучаствовал в полутора матчах и пропустил лишь одну шайбу. Благодаря этому успеху тренера команды доверили Сорокину последний рубеж в двух последующих встречах. Хотя он пропускал больше по две шайбы, но толк вышел. Кузня добилась статусной победы на ЦКА. КХЛ – фантастически интересная лига, потому что в ней происходят вещи, не подвластные пониманию обывателя. Здесь могут уволить тренера сразу после выхода команды на первое место. Так случилось в СКА год назад. Здесь могут расторгнуть контракт с вратарём после того, как он сыграл на ноль. Как раз эта неприятность настигла Ростислава Станю в ЦСКА. Смотрите и изумляйтесь. Ну и свершением тоже уделяйте внимание. Рубрика «Клюшка творчества». Последний шаг к вершине, к рубежу психологически труден и утомителен. Защитнику авангарда Денису Кулешу для того, чтобы забить сотый гол в своей карьере, не пришлось проводить время в изнурительных размышлениях, почему не идёт шайба ворота. Четыре игры без гола для защитника не так уж и много. Тем более, юбилейное свершение предварил казус на матче «Звёзд» в Братиславе. Самый высокоскоростной в тот вечер бросок, бросок Дениса, принявший ему победу, пришёлся в штангу. Всё равно я проиграл, считаю, потому что рекорд устоял. Но ничего страшного, будем работать. Сегодня победил, но а так считаю, что проиграл. На матче «Звёзд» удача с саркастической улыбкой подмигнула Кулешу. Но в первой же календарной игре удача набралась серьёзности и одарила защитника голом в ворота Медвежчака. Сотня Кулеша после всезвёздной субботы в Братиславе. У нападающего Скайли и Ковальчука с матчем «Звёзд» тоже связана забавная история. Это случилось ровно год назад. Локаут завершился, и Ковальчук проводил последний матч в КХЛ против Салавата Юлаева. При счёте 2-4 уфимцы сняли вратаря. Ковальчук дважды промазал по пустым воротам. Если бы попал, то набрал бы тысячное очко во взрослой профессиональной карьере. После этого эпик-фейл Ковальчук слетал на матч «Звёзд» КХЛ в Челябинск, чем вызвал большое неудовольствие у НХЛ-овской общественности. За океаном полагали, что Илья опрометью бросится за океан при первом же объявлении о завершении локаута. Зато Ковальчук набрал тысячное очко в первой же встрече регулярного сезона НХЛ. Сделав результативный пас в матче Нью-Джерси и Айлендерс. То есть юбилейное достижение, как и у Калеша, случилось сразу же после матча «Звёзд» КХЛ. А в этом году сразу после матча «Звёзд» Ковальчук прервал свою семиматчевую безголевую серию. Правда, прервал весьма курьёзно. Ворота он так и не поразил. Но по правилу 470 пункт 11 гол был зафиксирован, так как Ковальчук вышел за пределы зоны защиты и не имел перед собой игроков противоположной команды, а сзади был совершён фол. Тысячное очко и гол-фантом. Это словно награда Ковальчуку за уважительное отношение к российским болельщикам, для которых он задержался в прошлом году на матч всех звёзд КХЛ в Челябинске. Донбасс проиграл континентальный кубок. Причём как? Докатился до булитных серий в матчах против клубов из Норвегии и Франции. И чтобы напаун позора был жарче, Андрей Назаров выставлял сильнейший состав. Частью, не все в КХЛ огорчают. Доска подсчёта номер два. КХЛ вынуждены играть в рваном ритме, но всё равно комиссия находит лучших из лучших по итогам недели. Топ-вратарём стал Барри Браст из Медвежчака. В двух матчах со Спартаком и Минским Динамо он одержал победы, пропустив всего по голу в каждом из них. Браст отразил в общей сложности порядка 60 бросков. Нагрузка, будь здоров! У защитника лева, он же немец, а результативность в двух встречах какая-то совсем не присуща игрокам обороны. Четыре очка и та же цифра с плюсом при показателе полезности. Что важно, деяния чешского игрока позволили леву добиться побед. И не над кем-нибудь, а над самим Салаватом Юлаевым. Ну, и над нефтехимиком заодно. Участник матча «Звёзд» в Братиславе, торпедовец Денис Паршин стал лучшим нападающим недели. В матчах с «Авангардом» и «Борысом» он забросил три шайбы. А на ворота о мяче ещё и результативный пас отдал. Четыре очка при показателе полезности плюс шесть – повод для гордости. Александр Кадейкин из «Атланта» преуспел среди новичков. Не забивал, но отдал две голевые передачи в выездной встрече с «Адмиралом». И подмосковный клуб добился волевой победы, уступая 0-2. Кадейкин отдавал пас на первый гол, который переломил ход неудачно складывавшегося матча. И к победному голу он тоже приложил руку. Четвёртый раз в нынешнем сезоне Кадейкин набрал два очка. Иван Касутин недавно предложил создать, помимо МХЛ, ещё и лигу для игроков до 25 лет. Мол, не все хоккеисты созревают рано. У шайбомании идея. Если создавать такую лигу, то необходимо обязать её игроков играть в слюнявчиках. Они ведь ещё не вполне созрели, не взрослые. Молодёжную тему в рубрике «Спецбригада» продолжает Мария Бас. Она стала свидетелем печального турне сборной молодёжной хоккейной лиги. Шесть игр, пять поражений. Сюжет, который не внушает оптимизма. Но, с другой стороны, есть понимание, что надо изменить, чтобы в следующем зимнем турне «Красных звёзд» исключить проигрыши. Первую встречу объединённая команда МХЛ выигрывает с минимальным отрывом 4-3. Тренеры говорят, что против сборной и GHL это так себе результат. Но списывают всё на акклиматизацию и неприспособленность к местным площадкам. Два периода нам дались очень тяжело. Здесь много, наверное, причин субъективные, объективные. Но одна из главных, наверное, причин, что всё-таки ребята ещё не акклиматизировались. Приехали, в общем-то, только два дня назад. Поэтому понятно, что это тяжело даётся. Вторая игра против уже традиционного соперника команды Ельского университета наоборот вызывает похвалу. Да, матч проигран. Но по содержанию, по количеству бросков «Красные звёзды» выглядят явно сильнее. Третий матч рождает много вопросов. Проиграть со счётом 3-9 команде, которая слабее ельских бульдогов, вопиющий случай. И во внутренних проблемах начинает разбираться не только тренерский состав, но и сами игроки. Наверное, половина просто как бы не понимает, где они оказались. Что это не им хейл, это более уже постарше. Ребята 24, 25, 23, 20, 19, 17-18 летних в принципе нет. И немножко играет в других хоккей, более жёсткие, наверное. А у нас, наверное, привыкли, что если ты технический, ты можешь обкатывать. У тебя никто ни в тело не будет играть, ни в спину не ударит. А здесь могут просто, да, они просто технически, да, они там хуже, чем мы играют. Но зато в силовых хоккей они намного лучше, чем мы играют. Да я думаю, многие испугались больше половины команды просто. А у кого-то просто физики не хватило. Именно физики. Ну, они не готовы физически неподготовленные ребята бороться с американцами на таком уровне. Я не знаю, почему они боятся. Я бесстрашен. В «Красных звёздах» нет понятия дедовщины, но влияние старших по возрасту заметно. И в следующей встрече сборная МХЛ предпочтительнее по самоотдаче и желанию победить. Но из-за глупых ошибок в своей зоне проигрывает по счёту. Результат – Новый год без настроения, а только с верой в победу в следующих противостояниях. От лица молодёжной хоккейной лиги я хочу поздравить вас с Новым годом. Праздник, правда, получился неполным, но жизнь на этом не заканчивается. Давайте постараемся оставить весь негатив, все плохие эмоции в прошлом году. А в новом году у нас ещё будет возможность исправить, ну, реально, результат этой серии. 2 и 3 января в Массачусетсе снежная буря. Из-за этого пятый матч проходит при пустых трибунах. Осторожные американцы не решаются сесть за руль и приехать на арену в такую погоду. Битва против Мэри Мака заканчивается булитами, и красным звёздам здесь снова не везёт. Предстоящая дорога не внушает оптимизма, но команда всё равно отправляется в пятичасовой путь, который превращается в настоящее приключение. Классический сценарий – автобус ломается, благо, около заправки, и красные звёзды три часа ожидают помощи. На следующий день – игра, на которой уже не остаётся сил. И, как следствие, проигрыш в сухую – 0,6. Выводы о поездке делают сами игроки. Невезение. Три игры можно было выигрывать. Где переигрывали, перебрасывали, даже там. Перебарывали, перебороли. Как правильно. Где-то не повезло, я думаю. Нужно работать больше, тренироваться. Играть жёстче с ними в тело, как бы, не знаю. Более быстро всё делать. Всё, в принципе. На какие выводы? Я не знаю, что такое слово «выводы» даже. Надо играть по-другому в хоккей, готовиться к турне по-другому. И работать больше над собой, в первую очередь. В Челябинске на этой неделе два знаковых события. Отправлен в отставку губернатор Михаил Юревич, он же президент трактора. Юревич перед началом сезона обещал внимательнейшим образом следить за тем, как команда будет играть в обороне. В итоге не доглядел. Трактор пропускает много. И второе событие. Совсем скоро. Русская классика в ВХЛ. Челмет на футбольном стадионе, на свежем воздухе, примет ладу. Смотрите в воскресенье утром прямую трансляцию. А мы пока прогуляемся по сказочному Инстаграду. Защитник локомотива Михаил Пашнин дает самые дурные примеры для подражания. Парковать так машину – это все равно, что после остановки шайбы вратарем бить его по щиткам или по ловушке. Или обдавать ледовой крошкой. И в жизни, и в хоккее нужно держать дистанцию. В новогодние праздники за океаном собралась взрывоопасная компашка. Вратарь Эдмонтона Илья Брызгалов и нападающий на Илья Якупов. Наверное, это заговор против зенитулы Белединова, который не включил обоих в олимпийский состав. Умиляет, что и за пределами площадки Якупов с Брызгаловым одинаково одеты. Словно в форме. Уфимец Никита Филатов задержан одноклубником Егором Дубровским. Егору завтра исполняется 25. Всего 25. Дубровскому рано думать о будущей работе после завершения спортивной карьеры. Хотя полицейский в России тоже профессия денежная. И так же, как и у хоккеистов, доходы полицейских не раскрываются. Никита Певцакин из «Авангарда» показал, что амичи спят сном праведников. Пусть не смущает обилие жидкости у постели Сергея Калинина. Он забил нефтехимику, кузни, адмиралу. И после всех этих снайперских подвигов страждущий молодой организм Калинина оказался обезвоженным. У нападающего красно-белых Николая Люмтюгова снеговик получился грустным. И почему-то безруким. Возможно, он немного спартаковец. И его постигла продолжительная серия неудач. А из-за финансовых проблем не хватило материала на конечности. Снеговику пора писать челобитную в Кремль. Защитник Андрей Конев переходит из Салавата Юлаева в Донбасс. Но судя по ковбойской шляпе, которую он надел в Новый год, ему хотелось в более теплые места. Например, в Техас. «Даллас Старс» — это то, что нужно. Магнитогорск не может удивить постоянными аншлагами, но креативными идеями вполне. Бывало, полуобнаженные дамы продавали билеты пенсионерам. Теперь выдумка коснулась церемонии исполнения гимна. В 2014 году все время что-то новенькое. Поэтому в конце программы — попури. Засим Шайбамания прощается. Всего хорошего, до свидания, пока. Встретимся на хоккее. Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Российской Федерации.